Здарова, комрады! Сегодня у нас, ну не ретро, конечно, обзор, но тем не менее, смартфон прошедшего времени HTC One M9 И начнем мы с танчиков, а пока раунд загружается, я вам расскажу, что да, да, это тот самый вот неудачный смартфон на неудачном процессоре Snapdragon 810, который просто адски должен греться, ну он на самом деле и греется И я вот хочу вам показать, на что этот девайс способен в условиях текущих игр, текущих обновлений На него пришла вот прошивка 7.0, то есть Android 7.0, то есть все самое последнее На что вообще способен вот этот вот неудачный смартфон, который был неудачным уже тогда Посмотрим, на что он способен сегодня Вы прекрасно видите то, что я вывел на экран самый горячий датчик из всех Это восьмой по счету он оказался И посмотрим на минималках, обратите внимание, FPS 60 И процессор нагрелся до примерно 55 градусов Вот уже более-менее конец раунда, обратите внимание, нагрев, конечно, довольно-таки большой 60 градусов, ну как большой Для этого процессора он не очень большой Но для остальных процессоров это достаточно серьезный показатель Ну, посмотрите, FPS 60, при этом даже в снайперском режиме никаких подлагиваний нет Что ж, если все так хорошо, давайте посмотрим, на что способен этот девайс при максимальных настройках Давайте выставим максимальные настройки качества Сглаживание 4, тени выключены Тени я выключаю для того, чтобы можно было сравнить этот девайс со всеми предыдущими Где мы на максимальных настройках выключали тени Ну, потому что они очень сильно просаживали производительность При этом не так, чтобы что-то добавляли серьезное в игру Итак, вот карта у нас загрузилась И вы видите, что FPS сейчас 37 и 50 Обратите внимание, достаточно хорошие показатели Вот 60 уже FPS Очень хорошие показатели даже для 820 снэпдрэгона Но обратите внимание на температуру Здесь она сейчас будет неуклонно расти И вот уже под конец боя, где 63-65 градусов иногда поднимается температура Мы видим то, что, в общем-то, производительность практически не снизилась Как она была 60 FPS, так и осталась Но, стопэ, а как же тогда все ругани насчет того, что этот прос перегревается Может это все какая-то ерунда и булобольство Давайте я поиграю на этом смартфоне минут 20 И дождусь, пока появится, соответственно, самая тяжелая карта в игре И тогда уже на этих максимальных настройках, которые мы сейчас используем Мы запустим и посмотрим, насколько там просядет производительность и просядет ли Итак, вот прошло несколько десятков минут И вот загружается карта Химмельсдорф Пожалуй, самая тяжелая карта из-за вот этого эффекта снега, который здесь появляется Ну и, в принципе, объектов здесь на карте довольно много И вы видите то, что как только карта загружается, температура начинает расти даже выше 60 градусов При том, что еще толком игра-то не началась FPS моментально падает до 50, и это уже плохой знак Хотя надо отметить то, что остальные системы смартфона работают очень и очень неплохо Сенсор здесь, пожалуй, один из лучших Он практически не засыпает, он не работает рывками Им действительно можно очень точно выцеливать противника даже в снайперском режиме И надо сказать, что это один из лучших сенсоров, который я вообще, в принципе, видел Но вы видите то, что в снайперском режиме производительность падает вплоть до 45, например, 35 FPS И вот именно сейчас смартфон показывает свой нрав При этом он очень быстро сжирает батарейку, поэтому мне придется включить в него зарядку И вы видите прекрасно то, что FPS уже падает даже ниже 30 Ну да, то есть возраст его чувствуется, впрочем, как и троттлинг Обратите внимание на температуру, она довольно высока и составляет почти 70 градусов Троттлинг, напоминаю, начинается в этом смартфоне уже где-то с 50 градусов А после 60 начинается очень агрессивный троттлинг, который перекладывает всю нагрузку на ядра Cortex-A53 Поэтому производительность довольно сильно страдает, да и графика работает в пол силы Ну и вот уже под конец игры производительность довольно серьезно снизилась Процессор проявляет как раз таки свой характер Троттлинг здесь очень неплохой Но нужно понимать то, что это только в том случае, если действительно долго на нем играть Вы прекрасно видели то, что на максимальных настройках, если он еще холодный, то он работает очень неплохо Что ж, посмотрим в других играх Ну теперь посмотрим Real Racing, посмотрим, как ведет себя датчик ориентации Обратите внимание, никаких проблем Он немножечко нервный в нулевой зоне Но это допустимо, в принципе, закладывать виражи можно достаточно комфортно Да, это не лучший датчик ориентации, но тем не менее, работать с ним вполне реально Что касается производительности, то тоже никаких проблем Обратите внимание, датроттлинга еще довольно далеко Я не сомневаюсь, что он со временем нагреется, но в рамках нашего теста он показывает себя очень неплохо Ну и в Mage and Minions, обратите внимание, то есть даже после нескольких минут игры Температура не сильно поднимается При этом смартфон ощущается ничем не хуже, чем представители на Snapdragon 820 или 835 даже Нет никаких проблем, да и разрешение здесь не очень большое по современным меркам Так что играется вполне неплохо Вот так вот весьма старый и довольно неудачный смартфон с достаточно большим набором недостатков Может получить довольно высокий балл в игровых тестах В принципе, этот смартфон вполне даже сейчас можно использовать как игровой Главное не забывать его время от времени заряжать Потому что реально жрет энергии он дофига Но в нашем рейтинге это не учитывается Потому что для игрового смартфона в принципе это не столь принципиально Но тем не менее, обратите внимание, этот девайс действительно лучше многих там смартфонов в игровом плане Даже которые вот китайские среднего ценового диапазона Учитывая то, что этот девайс можно сейчас с браковки достать за какие-то копейки Это очень неплохой вариант Скоро выйдет ресурсный обзор на этот смартфон спустя 2 года активного использования Так что читайте его на оверах Может быть что-то я добавлю в видео формате А у меня на сегодня все, комрады, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»